Болезни разные, но суть профилактики одна. В Муравленко участились случаи заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Чаще всего эти диагнозы регистрируются у мужчин. С чем это связано, узнавала Эльвира Валя-Ахметова. Ровно в 8 утра в Муравленковскую СПИД-лабораторию начинают поступать первые порции анализов. Ежедневно здесь исследуют образцы крови на наличие или отсутствие многих опасных вирусов, в их числе ВИЧ-инфекция. К сожалению, результаты не всегда радуют пациентов. На особом контроле у нас находится коренное население, мигранты, вахтовики. Раньше мы не занимались их обследованием, сейчас мы их включили. За счет этого, наверное, и вырос процент положительных ВИЧ-инфекцированных. Среди коренного населения нашего города этот диагноз на данный момент не зарегистрирован. Хотя эпидемическая ситуация по округу неутешительна. Беспорядочные половые контакты и наркотики остаются основными путями заражения. Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются в Муравленко практически каждый месяц. Так, на диспансерном учете в городской больнице с этим диагнозом состоит 71 человек. На сегодня у нас зарегистрировано 168 случаев ВИЧ-инфекции. За 6 месяцев 2017 года мы взяли на учет 11 случаев ВИЧ-инфицированных. Из них 9 – это зарегистрированные случаи среди наших жителей города. И 2 случая зарегистрированы у лиц, прибывших с других территорий. ВИЧ-инфекция – не единственная проблема. В городе еще немало больных гепатитом. На диспансерном учете состоят порядка 1200 человек. В основном среди населения распространяется гепатит С. Он выявлен у 70% пациентов. Более чем в половине процентов случаев эти гепатиты протекают бессимптомно. И начинают беспокоить только тогда человека, когда уже поздно что-либо предпринимать. К сожалению, эти пациенты до определенного времени, пока нет каких-то жалоб, не приходят к докторам, не обследуются. И гепатит, и ВИЧ-инфекция – заболевания неизлечимые, но своевременное обращение к доктору поможет продлить жизнь пациента. Не стоит забывать и о мерах профилактики, важнейшими из которых, безусловно, остаются осмотрительность и здравомыслие.